Да, и продолжаю эфир, прямой эфир на ютубе, который я обозначил словами из книги «Песни песней» Шир Гаширим. Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой принадлежит мне. Ани ле доди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, я всецело ему принадлежу, я частью его являюсь, я в нем, а он во мне. Именно так можно перевести это место из Писания, буквально с оригинального текста. Имеется в виду абсолютно полное единство, я в нем, а он во мне. И это старая добрая еврейская мечта, религиозная мечта, да, это мечта, которую еврейский народ выстрадал, с которой еврейский народ жил все те годы. И, к примеру, в школе Шамая, значит, еще до Христа, еще до нашей эры, как раз говорили, что вот на пасхальном седере куриное яйцо вареное, ну не писанка, не крашенка, конечно, а просто обычное вареное яйцо. И когда его разбивали, символика такая была, значит, разъяснение. Вот смотрите, яйцо вареное, вкрутую, значит, да, расчищаем его, значит, оно держит форму. Вот, значит, а если не вареное яйцо, а сырое, стукнуть, да, раскрыть его, да, от скорлупы очистить, что там, там ничего, сопли только, вот они вот стекают и все. Вот так же и мы, говорят, евреи, мы вот, ну, такие вот сопливые верующие, если не пройдем проварки какой-то определенной. Вот мы прошли проварку эту, проварились, и уже не просто за счет скорлупы, а уже мы, уже крутые евреи уже, уже не сопливые евреи, а уже крутые мы евреи. Значит, и, а потом в школе Шамая разламывали само яйцо, белок разламывали, а там внутри желток. И как раз Шамай говорил, значит, а это наша старая еврейская мечта, он говорил, чтобы Бог жил внутри нас, внутри нас. И, знаете ли, если не просто вспоминать школы религиозной иудаизма, а вспоминать пророка Иремияу, да, пророк Иеремии, который говорил в 31 разделе, в 31 глава, 31 стих, легко запомнить. Можете открыть у себя это в Библии, посмотреть, прочтите о Новом Завете, о котором говорится в Старом Завете. Представляете, буквально о Новом Завете, в Старом Завете говорится несколько раз, но так образно, знаете ли, гадательно. Но напрямую, именно так и сказано, Новый Завет, именно это у книги, это только лишь у пророка Иеремии, в 31 главе, 31 стих и дальше как раз. Новый Завет, как Новый Договор, Брит Хадаша, Новый Договор Бога и Человека. И мы знаем, что этот Завет был заключен таки, заключен в крови Иисуса Христа. В крови Иисуса Христа, потому что на том последнем пасхальном еврейском ужине Ветхого Завета и уже первом, уже Нового Завета, Машиах, Мессия, после вечера, когда уже все было съедено и выпито, то он поднял бокал последний и сказал, это есть чаша, Новый Завет в моей крови. И вот Новый Завет действительно в крови Иисуса Христа. Де Юре, это, ну вообще-то, это от века даже уже совершено, но де Юре, это на том пасхальном последнем ужине как раз и было провозглашено. А де-факто это вскоре совершилось, действительно Христос пролил свою кровь божественную и воскликнул перед смертью своей, совершилось. И Завеса в храме разорвалась сверху донизу, как подтверждение божественности, действительно, его слов. Завеса, которую нельзя было разорвать естественным образом, просто-напросто, она была неразрываемая завеса. Современные ученые, когда просчитывали на компьютерах, какое нужно усилие, чтобы разорвать подобную завесу, описанную в Библии, шириной в ладонь и спрессованных кож. Представьте, это невозможно было разорвать вообще такую завесу, отделявшую святое святых. Просчитали, что это по тем временам космические технологии, знаете ли, невозможные, инопланетные технологии. То есть, невозможно естественным образом было в то время разорвать подобную завесу, но она была разорвана. И это было, ну простите уже за грубое выражение, но уже после того было дураку ясно уже, что это действительно подлинно Сын Божий, Спаситель мира, Христос. Но священство настолько было одурманено, настолько было ожесточено, что даже после этого многие священники, хотя покорились вере, безусловно, да. Но священство, основная часть вот этой религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры тогдашнего иудаизма, времен перед разрушением второго храма, знаете ли, они поступили весьма аморально. Новый Завет рассказывает об их аморальности, в частности, когда невольные очевидцы воскресения Христова прибежали и рассказали им, мы видели, в Евангелиях рассказывается это все, слушайте. Мы видели воскресение Христа, то священники не сказали, что воистину воскрес и покаялись, нет, они дали им денег, этим солдатам, чтобы они молчали вообще, все, на замок, молчок. А если там до начальства дойдет, ну, все равно же, язычники же, языки вот такие там, мало ли кто Риму там наябинчит, значит, в Риме там, но сказали, что мы и там замнем, то есть мамоны закроют все, там, коррупция. Вот, значит, и они поступили очень подло, конечно, очень нечестиво, знаете ли, но я поэтому говорю, что самые первые грешники на земле, это мы, говорю, священники. Вот, так как священнослужители могут нагрешить никто, даже обычный гражданин, евреи или неевреи, неважно, ему и в голову не придет так согрешить вообще. Вот так вот, и тогда поступили очень нечестиво священники, весьма нечестиво, и они после этого, знаете ли, восстановили завесу, что, мол, не знаю, чем они руководствовались, списав, видимо, на несчастный случай. Ну, такое невозможно несчастным случаем списать, это сверхъестественно. Даже ученые, когда просчитывали, какой треск, какой шум должен был быть, если за лесоподобное разорвалось бы, то это не только по всему Израилю было слышно тогда, но и далеко за пределами Израиля звук этот, знаете ли, разошелся. То есть, у окрестных народов, слышали, у евреев что-то разорвалось там, что-то у них порвалось, что-то у них такое произошло, громыхнуло, что везде это аукнулось, как волна звуковая разошлась по земле. Вот это да. Да и мертвые воскресли, вошли во Святой Град, вообще-то там такие были события, что просто уму непостижимо. Вот, значит, и, но, дамы и господа, еще целых 40 лет храм еще функционировал, и совершались жертвы по-прежнему там, уже ставшие совершенно бессмысленными, уже совершенно никчемными и ненужными ставшие, абсолютно, потому что Бог уже не принимал жертву своего народа, Бог отвергал эту жертву. И об этом есть масса исторических источников, в частности, самое потрясающее содержится в Талмуде, как раз и говорится. А я, к ванны, понял, что не треба приносит жертвы. Дело в том, что, вот я расскажу, слушайте, кстати, вот, да, для семьи Татьяненко и для всех вас интересные моменты. И, кстати, священники в то время, во времена второго храма, да, они, у них были разные методики, как бы, они проверяли, принял ли Бог жертву или не принял. Вообще, она угодна Богу или не угодна? Он отворачивается или, наоборот, поворачивается к Израилю? Так вот, и самая основная у них считалась, знаете, какая, значит, в то время, об этом как раз рассказывается в Талмуде, в разделе Йома, Йом Ха Кипурим, День Искупления, знаете, да? В Библии рассказывается об этом дне, еще судный день у нас принято называть его, судный день, значит, когда раз в году, об этом и в Новом Завете тоже рассказывается, так, у Павла, первосвященник заходил во Святое Святых, Кадош Кадошем, Иерусалимского храма, и это было жертва всех жертв, и вот кульминационное жертвоприношение. Вы помните, да, из Писаний, не нужно напоминать вам, наверное, но вкратце скажу, что для тех, кто, может, мало еще ориентируется в Библии, значит, там говорится, в Писаниях, еврейских Библии говорится, что брали два козленка, они были очень схожи друг с другом, их нельзя было отличить друг от друга, бросался жребий, одного козленка на смерть отправляли в пустыню, там, вот, хотя источники рассказывают исторически, что в последние годы их просто сбрасывали со скалы, там, значит, вот, а второго козленка его в храме ритуально обескравливали, с него всю кровь, ну, жизнь в крови, да, он умирал от потери крови, этот второй козленок, и эту кровь все сливали в посудину такую, и все это было золотое, конечно, торжественно, и вот первосвященник, ну, как патриарх по-нашему, да, он с этим, с этой кровью входил во святое, окроплял все и во святое святых раз в году, ну, в алтарь, как бы, да, по-нашему, во святое святых заходил, и там все окроплял этой кровью, и священники, они брали лоскуты белоснежной материи, нити белоснежные, вот, и пропитывали этой кровью, эти лоскуты, и они руководствовались одним текстом из писаний пророка, и Исаия, пророк, пророчествовал, что если грехи ваши будут как багряные, как волну белю, так пишут переводчики синодальные, в буквальном же, именно звучании еврейском, этот текст пророчества говорит, если грехи ваши будут как пропитанной кровью тряпка, я сделаю ее белоснежной, выбелю ее, так как не будет никакого пятна там, она будет белоснежной, какой снег не может быть даже белоснежным, вот, и, знаете, друзья, интересно, они брали эти лоскуты пропитанной кровью, привешивали в храме, и наблюдали священники в течение того дня, если во время этого всего ритуала, процесса, эти лоскуты окровавленные, они становились белоснежными, то священники констатировали факт, что Бог принял жертву своего народа, Бог не отвратился к нам спиной, Он повернулся к нам лицом, но если лоскуты оставались кровавыми, а красная тряпка, красные лоскуты, это знак непрощения, белые лоскуты знак прощения, красный знак непрощения, вот, и, знаете, то тогда священники говорили, «Увы, увы, увы, Бог не принял жертву своего народа, Бог остался к нам спиной повернутым, не повернул к нам свое светлое лицо и не улыбнулся нам в этот день». И у Израиля был год покаяния, следом, получается, исправления, работа над ошибками, жертвоприношения различных, приведение в порядок своей жизни и прочее, прочее, прочее. До следующего Йомха Кипурим, до следующего Йом Кипура, до следующего праздника Дня Искупления, Судного Дня, до следующего. То есть, целый год надо было снова ожидать. И вот в разделе Йома, Йомха Кипурим, там рассказывается в Талмуде, что при некоем Шимоне Цадике, праведнике Симоне, скорее всего, тот самый Симон, Симеон Богоприимец, который взял младенца Иисуса на руки. Но, опять-таки, это наше предположение мессианское такое. Так вот, в Талмуде говорится, что при некоем Шимоне Цадике, 40 лет подряд, значит, эти лоскуты становились белоснежными, пропитанной кровью ритуально обескровленного козленочка. Они становились белоснежными на глазах у священства, на глазах у Израиля, и для народа Божьего это было время ликования. Потом говорится, затем 40 лет было неопределенности, как бы, временами да, временами нет. То есть, следующих 40 лет иногда становились белоснежными, иногда оставались кровавыми. Но дальше рассказывается так, что, но, говорит, последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йомх Кипур никогда не принималась. Все. Бог показывал, что он отвернулся от своего народа, значит, и жертва на Йомх Кипур не принималась. Лоскуты оставались кровавыми. Дамы и господа, братья и сестры, храм был разрушен когда, Иерусалимский, кто помнит из вас? Помните? Вспоминайте. 70-й год, запомните. 70. Легко запомнить. 70. 70-й год нашей эры. Отнимите 40 лет. Что получается? Ну, 70 минус 40. Что? 30 лет. 30-й год нашей эры. То есть, как раз время страдания, распятия Иисуса Христа и его славного воскресения. Потому что Иисус реальный, исторический, не протестантский, не православный, не католический, а реальный, настоящий библейский Иисус. Он родился раньше, чем это принято считать, в христианстве вообще, на 3,5 почти года. То есть, в сентябре, получается, 4-й год нашей эры. Его историческое, реальное Рождество. Хотя сейчас Christmas time. Я как бы не хочу вас разочаровывать. Я сам люблю рождественские калятки, рождественские песни. Вот мы уже разучиваем их, значит, поем. Я с удовольствием, значит, тоже пою рождественские гимны. Сейчас, если кто из вас сейчас находится в США, то Christmas time – это просто потрясающее время в Америке. В Европе оно потрясающее, но в Америке это еще более потрясающее, конечно. Я два раза был полностью вот Christmas time, все время от дня благодарения, значит, и до Christmas, значит, это потрясающе. В любом маркете, в любом магазине, в любом месте, в любом городке или огромном городе, неважно, от солнечной Флориды до заснеженной Аляски, от богатой Калифорнии до суматошного Нью-Йорка, везде-везде джингл-бэнс, джингл-бэнс, а еще там I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas and happy new year. Это потрясающе, везде дух Рождества, ожидания, праздник – это потрясающе. А у нас, слушайте, а у нас в Украине, особенно в Западной Украине, приезжаешь на рождественские эти дни, видите, ой, это просто сказка. Я рекомендую вообще, кто не был еще, обязательно езжайте на Рождество в Западную Украину. Вы просто окунетесь в сказку, реальную сказку, в Карпаты приезжайте, это Львовская область, это просто сказка. В селах, в городах звучат эти рождественские гимны, ой, это потрясающе, мне так нравится, я так люблю их вообще. Ой, нова радость стала, яка небывала, на дверте погом зірка ясна, світло засяла. Де Христово сродився, з діви вогоплотився, як людина пелениками в Боги мій повився. Як людина пелениками в Боги мій повився, анголи співають, христа прославляють, из мари... Забыл сейчас слова, ну потрясающе, да, кто... Или там еще песни какие, рождественские мы знаем, гимны, да? Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на землі. Многое другие песни, эти рождественские, это потрясаючая история, потрясающе, богословие потрясающе. Я удивляюсь, в этих народных песнях такая глубина, глубина теології. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Солнце засвятило, Христос родився, Бог воплотився, ангелы співають, царя вітають, поклин відають, пастыри играють, чудо-чудо повідають. Знаєте, даже в этих куплетах глубина богословия, раскрывається божественность Христа, пришедшого в мир спасти нас, слава Богу. Я извиняюсь за такое отступление немного певческое, я очень люблю петь, я не певец, но я очень люблю петь, и мне говорить проще на русском языке, знаєте ли, но петь мне проще украинской мовою. Она такая певучая, там даже не нужно специально напрягаться, там просто уста открываешь и поёшь. Она сама поётся, сама собой. Слава Богу, да. Действительно, Господь, Он милостив, и украинскому народу Бог подарил такую мову. Мне очень жаль, искренне жаль, что на сегодняшний день большая часть, так или иначе, ну, больше половины украинцев фактически не знают своей же мовы. Это очень печально, конечно, но я думаю, что придёт время, и действительно украинский народ вновь заспевает украинскую мову, соловьиную такую, певучую такую, квитучую такую, и это действительно чудо. Потому как дьявол хотел на протяжении столетий просто убить эту мову, убить её, особенно последние десятилетия, на протяжении 20 века. Сатана хотел уничтожить эту мову, чтобы на нашей земле больше никогда украинская мова не звучала. Но дьяволу это не получилось. У сатаны ничего не получилось. Частично у него была победа, конечно. Мы это видим, последствия всего этого, конечно. И вот, и на Востоке, и в Крыму, и вот, ну, мы видим, что действительно дьявол во многом преуспел, но у него не получилось полной победы. Потому что Господь Иисус Христос, Он действительно очень сильно благоставляет Украину. И когда я первый раз приехал в Украину, я родился вообще и вырос в России, знаете ли, Украина стала моей второй родиной уже, где как реформатор я состоялся. И я приехал впервые в Украину, получается, вот 20 лет назад, ну, чуть больше 20 лет назад, в 97 году. И первый город, куда я приехал в Украину, это город Львов. С Минска во Львов приехал я, да, как раз. Был в Белоруссии, в гостях у Сергея Ушагаика, апостольского визитатора Римма-католической церкви Белоруссии. Вот, и по его ходатайству, по его рекомендации, я приехал, значит, в гости католиком во Львов. Я православный человек, я православный реформатор, да. Меня представили и Сергию Ушагаику, как в Минске, как диссидента такого православного, знаете ли, гонимого такого, как Александра Меня, там, значит, там все. Ну, меня хотели убить несколько раз, значит, и нанимали киллеров на меня, значит, но Бог сохранил мою жизнь в 96 году. Вот, и дал мне друзей, в том числе католиков. И один из них, вот, Римма-католицкий священник со Словакии, Йозеф Гунчага, он, в общем-то, сосватал меня ехать в Белоруссию, а с Белоруссии меня направили в Украину. Ну, я приехал в Украину, никого здесь не знал абсолютно, только лишь вот с благословения, значит, Сергея Ушагаика. Я ехал в гости к тогда помощнику кардинала Любомиру Гузеру, в гости, я очень Богу благодарен за Любомиру Гузера, он недавно ушел в вечность, я очень чту память этого праведника Божьего, человека, мужа Божьего. Он в моей жизни сыграл огромнейшую роль вообще, и, в общем-то, через него как раз я и остался в Украине, через него как раз именно с его благословения, с его пастырского такого мудрого совета. Две недели я гостил у него, он меня принял по-отцовски, по-доброму, знаете ли. Эти две недели, они перевернули мое христианство, мой внутренний мир, мою веру, мою молитву. Две недели я общался с ним, был у него в гостях, и он был тогда помощником кардинала, потом впоследствии он стал кардиналом Рима-Котовоцкой церкви Украины. Вот, и я приехал как раз, время было предрождественское, вот, когда уже, ну, Christmas time, время это как раз. И так получилось, как раз уже там, уже монтировали вертепы уже в соборе Юра Святого, уже монтировали вертепы, значит, там, ставили уже репетиции происходили, хоров этих, вот, рождественских гимнов этих. Меня это просто настолько захватило, знаете, настолько я был, вот, я не знал, я на земле или я на небесах вообще. Вот, настолько это меня так коснулось, и в соборе Юра особенно, вот, и так вот, заходил в костелы, значит, и в храмы православные, везде заходил я в разные, там, храмов масса, огромное количество. И везде славили Христа, везде эти репетиции, везде пели эти рождественские гимны, собирали эти вертепы уже. Вот, мне это так понравилось, это так захватило мой дух тогда. Вот, я тогда как раз вот услышал эти украинские песни, украинские гимны, которые меня очень сильно коснулись. Но особенно меня что коснулось тогда, подкупило по-доброму, знаете ли, в первый же самый день, я первый раз в Украине, первый день во Львове. Значит, и прогулялся, значит, и, да, значит, там, брат Сергий пишет, Александр Назаренко, прекрасное проповедь и пение, слава Иисусу Христу Иисусу, дякую за те, що Господь дає нам веруючих братиф та сестер, аминь, аллилуйя. Хай Бог рясно благослови благо, брат Александр. Вот, и меня что подкупило по-доброму, знаете ли, я был шокирован от другой культуры совсем, я привык к другой культуре. Я привык, что по утрам, особенно в большом городе, там слышишь только матюки, знаете ли, ну, злые лица и матерная брань. Это часть культуры, в которой я вырос и которую я знал, знаете ли, она мне не нравилась, конечно, но я, ну, как бы, я другой культуры не знал в то время, особенно-то, знаете ли, но во Львове меня поразило, я был в культурном шоке таком, знаете ли, стресс пережил такой, приятный очень, хороший стресс. Вот, с утра я шел пешком туда, к собору Юры, чтобы прогуляться как раз в нем мощи святых, к сожалению, да, брат Роман, к сожалению, там тоже мощи святых, да, значит, и тоже идолопоклонство. Это, это, я на это глаза не закрываю, конечно, но что меня подкупило по-хорошему, знаете, я шел, и люди, я в рясе шел, в моей дорожной рясе, черной такой, значит, там, значит, с крестом на груди шел, вот. И люди здоровались со мной и говорили, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу, поночи, слава Иисусу Христу. А я, значит, я ж не знал, как отвечать, я говорил, здрасте, здрасте, говорю, здрасте. Одна бабушка, ну, я искренне здоровался, я ж не знал, как, я впервые шокирован был такой культурой, тем более, что шокирован был, знаете, еще чем, что не просто люди со мной здоровались, А я слышал-то, что люди между собой так здороваются. Запах кавы везде, кавярни эти, кафешки везде, запах кофе везде. И люди между собой здороваются даже. Слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Думаю, вот это да, думаю. Потеряла мысль, а когда точно рождение Христа все-таки было? Это было в сентябре, реально исторически Иисус родился в сентябре. Я об этом чуть попозже скажу, наверное, или ладно. Можно сразу, если вам интересно, в сентябре, середина сентября. И вычисления обсерватории НАСА, и библейские все вычисления показывают на сентябрь месяц, середину сентября, четвертый год до нашей эры. Нет, брат Роман, это непримерно. Есть точные вычисления. Ну, если интересно, я об этом попозже, уже ближе, наверное, к праздникам, в прямых эфирах я об этом расскажу. Есть вычисления очень точные по Ави в очереде, по Библии, по Слову Божьему вычисления, по историческим многим указаниям и по вычислениям научным обсерваторий НАСА и других астрономов современных вычислений. То есть, все, и по еврейской традиции, то есть, все указывает на середину сентября. Даже могу, если интересно, точно зато сказать. Хотя это не обязательно, думаю. Потому что дело не в празднике календарном, а дело о годы, четвертый год до нашей эры получается. На три с половиной года раньше, чем это принято считать, получается так. Вот, ну вот, и меня что поразило, вот приятно, что люди здороваются, слава Иисусу Христу. И я стал тоже с людьми говорить. Одна бабушка мне, она научила меня и сказала, не надо говорить здрасте, надо говорить слава на вики отвечать. Слава на вики Богу Святому. Слава на вики. Ой, поэтому, да, слава Иисусу Христу, на вики слава Богу Святому. Аминь. Вот, и по поводу, действительно, чудо Боговоплощения, чудо пришествия Христа на землю. И первое его пришествие связано с библейскими осенними праздниками. И второе его пришествие тоже библейски связано как раз с осенними праздниками, которые вот прошли, будем так говорить. Вот, и пусть Бог благоставит. Вот, а само местописание, которым я обозначил как раз, собственно, этот эфир. А в православии так нет, а в православии так не отвечают. Вот, а что именно они отвечают так? Что Иисусу Христу слава, да, имеется в виду и на вики слава. Ну, в Западной Украине и в православии так я и в православные храмы заходил. И даже здесь, вот, в Киеве, захожу в православные храмы, вот, ну, не знаю, разных патриархатов. Я здороваюсь так, говорю, слава Иисусу Христу. Мне отвечают во всех патриархатах, во всех этих, значит, юрисдикциях, ну, кроме Московского патриархата. В Московском патриархате ситуация такая, очень такая странная довольно. Там есть порядочные люди, конечно же, да, значит, везде они есть, безусловно, верующие люди, ну, как бы и богобоязненные люди, но в целом система такая очень закомплексованная. Дело в том, что они считают, что только лишь они христиане правильные, а остальные все неправильные. То есть, ну, такое, ну, сектантское мышление очень сильно ярко выраженное. Это уже больше патология, это уже даже вопрос больше не религии, а психиатрии, даже, честно говоря. Потому что, когда человек считает, что только лишь его мнение самое правильное, а все остальные ложные, только лишь его конфессия, она самая... и притом считает это на полном серьезе, многие годы своей жизни это все превращается уже в болезнь такую, уже, знаете ли, и душевную, и духовную болезнь. Да, я извиняюсь, да. Алло, алло. Так. Ага, понял. А... Ну, так-так-так-так, а во сколько тогда? Ага. Ничего, давайте так вот и порешим тогда, вот в час дня где-то, значит, тогда. Я успею еще. Спасибо большое за хлопоты, спасибо большое. Да, с Богом, да, благословений вам, да. Слава Богу. Это с Украинской миссионерской церкви. Валерий Николаевич Решетинский, его секретарь звонила, звонила сейчас. И приветствие всем вам, дорогие друзья. Очень хорошая церковь, христианская Надия. Здесь на Дарнице, я на Киото, а дальше там Малышка улица, значит, и Жмаченко улица, знаете, да, возле метро Дарница. Христианская Надия. Очень люблю эту церковь, и самого Валерия Николаевича люблю. Это, ну, муж Божий такой, знаете ли, ой, драгоценный. Вообще, слава Богу, я очень люблю Киев, очень люблю здесь, что много очень таких помазанных, хороших, сильных таких служителей. Божьих, слава Богу. Но я лишь об одном прошу Бога, чтобы было единство такое у верующих, и любовное такое, мирное единство. Так многие считают, особенно, святки Иеговы, да. Да, нет, сектанский дух, он такой ярко выраженный, но если святки Иеговы, они, знаете ли, вообще особняком держатся, значит, и Мормоны, по-моему, тоже так вот держатся, то дело в том, что это относительно молодая конфессия, более молодым конфессиям, динаминациям, грубо говоря, более простительно подобное невежество. Но когда церкви уже тысячи лет, когда полторы тысячи лет, знаете ли, уже такое невежество, ну, как, по-моему, так уже непростительно уже такое невежество. Это мракобесие, которое уже, знаете ли, стало хроническим заболеванием. Выход один есть для подобного заболевания, душевного заболевания, духовного заболевания. Я на себе это испробовал, лекарство, написано в Евангелии от Иоанна, 8.32 написано. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, я на сегодняшний день убежден, что только лишь одно лекарство способно лечить этот душевный и духовный недуг. Так что да, пусть был благословен. Но сто лет, двести лет, это еще ничего не значит сильно. А по поводу православия уже, знаете ли, не стоя ни двести лет, тысячи лет, полторы тысячи лет. Вообще православие, историческое православие, полторы тысячи лет можно смело сказать, даже больше, чем полторы тысячи лет уже. Вот, в Византии считаю. Вот, и я как православный реформатор, евангелист, я об этом часто говорю у себя в церкви и в гостях, когда бываю. Вот, дамы и господа, братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господне. Пусть Бог благоставит, и пусть действительно вот это чудо совершается. И вот как вот Александр Назаренко написал, аминь про истину. Это действительно да и аминь. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина освобождает. Истина освобождает. А истина, дамы и господа, братья и сестры, где истина? Что есть истина? Кто есть истина? Зачем истина? Почему истина? Для кого истина? Истина в Иисусе Христе. Истина в Иисусе Христе. И дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господне, стихами Божьего благоставения, Господнего благоставения. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения. Дамы и господа, братья и сестры, дорогие друзья, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, благоставляю всех вас во имя Господне. Пусть Бог благоставит вас. Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, Коли лине з неба чистий сильний дощ, Святий дощ, Коли сонце правди порозгонить хмари, Коли пісню счастья Заспіває хтось, І цей день нарешті До нас увірвався, Він приніс нам віру В світле майбутця. Через свого Сина, Всемогутній Батько, Нам даруй ріки вічного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, Лунає пісня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Лунає пісня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна. Люди України, піднімайте руки, Прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісусу слава, Іисусу слава. Ісусу слава, Ісусу слава, Співає вільна Україна. Ісусу слава, Ісусу слава, На віки, на віки. Слава, Ісусу слава, Ісусу слава. Він пишет, приветствуючи з Росії, всім братьям і сістрам, і великі благоставини. Амінь, амінь. Благоставление всем святым по всему лицу земли, Всем святым радоваться. І ще говорю, радоваться. Як говорив Проханов Іван Степанович, ще сто лет назад, один із лідерів евангельського пробуждення тодішнього, що христианин, говорить, це неисправимий оптимист. Пусть Господь Бог благоставить нас. Славте Господа, Бога Всемогущего, славте Иисуса Христа, ібо Он благ, ібо вовек милость Ему. Славте Господа, ібо вовек милость Ему. Славте Бога Богов, Господа Господовник, ібо вовек милость Ему. Славьте, Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Благоставляю всех вас, братья и сестрички, во имя Господня благоставляю. И до встречи, и на земле, и на небесах, потому как действительно Господь, Он нас, как свою семью благоставляет, и мы взываем к Нему Ава, Отче, Ава, это папочка, папуленька, папенька, татусь. Я во Львове слышал от пастора одного молитвы, он говорил, брат Андрей, пастор Андрей, он, татусь, татусь, таточка, татусь, папочка, папуленька, папенька, до Иисуса Христа. Тоже, конечно же, евреи знали, что Бог Он наш Отец, знаете ли, и были в тогдашних седурах, будем так говорить, молитвенниках еврейских, обращения. Да, это знали евреи, и когда совершался бар митцва, в 13 лет каждый еврейский мальчик, он говорил, да, что Бог это его Отец, что есть земной его Отец, земные его родители, но есть небесный Родитель. Но никогда не было такого ранее до Нового Завета, эры Нового Завета, никогда не было такого ранее до благодати Нового Завета, чтобы Дух Святой поселялся внутрь нас, есть. И чтобы он взывал Богу, взывал к небесам, Ава, Отче, не просто Отец наш, не просто Авину, а Ава, папочка, папуленька, папенька, это величайшая благодать Нового Завета. Христос в нас, упование славы, Бог в нас. Когда Иисус родился, Христос, народы вся, слави мы Его. Когда мы прославляем Христа воскресшего, да, умершего за нас, воскресшего, мы всегда паки-паки, снова и снова обращаем внимание на Боговоплощение чудо. Чудо Боговоплощение, и сегодня тоже совершаю хлебопреломление здесь, значит, и тоже как раз о чуде Боговоплощения размышляю, действительно размышляю о этой благодати, пришедшей с Рождеством Христа, в сердцах наших он рождается, и это снова и снова повторяется в истории человеческой, в истории судьбы человеческой, слава Богу, души человеческой. Вот, и когда Христос родился, два тысячи лет назад, то было сказано, что и стали исполняться пророчества, и одно из пророчеств, о котором шла речь тогда, первым же пунктом было обозначено, что вот Дева родит, да, и назовет, и вся Дева во чрево примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. С нами Бог. Если вы знаете служение православное, Великое Повечерие, да, вот перед Рождеством, перед Крещением совершается, прекрасное служение, и там самое, наверное, один из таких самых красивых моментов, ну для меня, по крайней мере, самых кульминационных таких моментов, когда канонарх и когда хор поют. С нами Бог. Бог, разумейте языцы и покоряйтеся. И дальше хор поют. Яко с нами Бог. Очень такое, знаете ли, потрясающее пение и сам текст, этот библейский текст, что с нами Бог. Но, дамы и господа, я об этом говорил и говорю, и снова напоминаю, что буквальный перевод слова именно Эммануил, Эммануэль, это означает не просто с нами, как близко, рядом с нами. Нет, для обозначения слова, рядом с нами, близко, возле нас, есть другое еврейское слово, Этану, Этану, значит, близко, возле нас, в отличие от Эммануэль. Этануэль, значит, с нами Бог, рядом с нами, близко, вокруг нас, возле нас прям, это Этануэль. Но, если я говорю Эммануэль, то это имеется в виду не просто даже с нами, возле нас, а имеется в виду, в первую очередь, внутри нас есть Бог, смешанный с нами, съеденный, выпитый нами. И сегодня вот я совершаю тоже здесь хлебопреломление, причастие, божественную Евхаристию. Здесь у меня вот сенегагальный сок, взял сегодня лаваш, вот купил грузинский лаваш. Вот, совершаю божественную Евхаристию, причастие, вот молюсь и, знаете ли, рассуждаю о том, что тело и кровь Христа Иисуса, это подлинно есть наше питье и подлинно есть наша еда, пища наша. Что действительно, это великое чудо, которое совершается. И Иисус сказал, кто не будет пить моей крови и не будет есть моего тела, не будет иметь жизни. Я верую подлинно и исповедую, что Иисус Христос во славу Бога Отца, аминь. И подлинно принимаю тело и кровь Его божественные. И я знаю, что действительно Христос во мне, Христос в нас, упование славы, в нас, верующих. И я говорю слова к Богу, такие, обращаюсь к Божьему Духу, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины. Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ, жизни податель, Ты пришел и вселился в нас, и Ты очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава и честь Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, благословен Ты, Бог живой, отныне и вовек. Благослови, Господь, хлеб сей, честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей, честную кровью Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Благослови, Господь, Боже, это хлебопреломление, это божественное Евхаристию, Боже, и действительно Твое тело есть пища, Твоя кровь есть питье, и это жизнь в нас. Я рассуждаю о теле Господнем, о крови Христовой, потому как благодатью я спасен, кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца. Я навеки искуплен, я навеки спасен, и это благодать, благодать Твоя, Боже всемогущий, благодарю Тебя, Евхаристию совершаю, благодарение, восхваление, слава Иисусу Христу. И я полностью исцелен, обогащен, благоставлен через кровь Божественную Иисуса Христа и телом ломимым Его, потому что ранами Его я исцелен. И рассуждая так благочестиво по Слову Божьему, по-христиански, я принимаю великое таинство Церкви, великое таинство Христова, тело и кровь Иисуса Христа. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. 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 А Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи Боже наш, за причастие святых Твоих таинств, тела и крови Твоих. Слава Тебе за литургию божественную, за божественную Евхаристию. Благодарю Тебя за тел и кровь Твои. Благодарю Тебя, восхваляю Тебя, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Люблю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Благодарю Тебя за искупление вечное, спасение вечное во Христе Иисусе, за прощение всех грехов моих, прошлых, нынешних, будущих, всех, абсолютно всех. Полностью я оправдан Тобою, облегся во Христа Иисуса, Боже, и Христос живет во мне. Благодарю Тебя, Господь, Отец мой, за это великое благо, Духом Святым Своим, совершаемое, Боже, в моей жизни. Слава Тебе за все. За освобождение, исцеление, спасение полное, благословение, обогащение. Боже, за то, что Ты умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, и за то, что и умер за меня и воскрес для меня. Спасибо, Господи, что воскрешен с Тобою и посажен на небесах. За жизнь вечное спасибо. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся. Я принадлежу Тебе, мой возлюбленный, а Ты, моя любовь, принадлежишь мне. Я в Тебе, Ты во мне. Я Тебе без остатка принадлежу, Господь мой. Ты мне принадлежишь полностью. Ты мой, а я Твой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за милость. А они ледоди ведоди ли. Время пения настало, Голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный идет. Господь грядет, вот он идет, Мой возлюбленный идет. Мой возлюбленный прекрасен, Почет тысячи других, Вид его подобен кедру, На подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный идет. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный идет. Они ледоди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, Возлюбленный мой принадлежит мне. Аминь. Благоставляю всех вас, Бразики и сестрички, Во имя Господне. А еще... Аминь, привет из Грузии. О, Гамарджоба. Да, очень люблю Грузию, страну лозы. Всем святым в Сокартвелло радоваться. Еще говорю радоваться. Намереваюсь вскоре быть в Грузии, Служить снова на Кавказе. Стараюсь регулярно быть на Кавказе, Проповедовать Слово Божье. В Руставе, в Тбилиси, в Цараване. Так что пусть Господь Бог благоставит всех вас. И пишите на e-mail. Также буду рад послужить и у вас. И напоминаю тоже, что да, вот, действительно. Одним словом, до связи. До связи и до встречи и на земле, и на небесах. И в этих эфирах. Пусть Бог благоставит. Когда-то в вечности мы будем сидеть за праздничным столом С Господом нашим дорогим Иисусом Царем. Аллилуйя, аминь, Александр. Это в десятку. Это в десятку. Это точно. И блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Его. А мы вкушаем хлеб уже, вже, в Его Царстве. В Его Царстве Государстве. И Его Царство Государства. Внутрь нас есть уже. Сейчас, прямо сейчас, уже, вже. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. О, слава Тебе, Господь, Святой. Слава Тебе, Господь, Бог наш Израиль. Бог Авраама, Исаака, Якова. Примите благоставения. Паки и паки. Снова и снова. Слава Тебе, Господь, Господь. Слава Тебе, Господь. Якова. И сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мессии нашего, Господа нашего Спасителя. И ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера провозглашается по всей вселенной ныне. И слава Господу Богу Всемогущему. Благоставляю всех вас, люблю, обнимаю во имя Господне. Спасибо, братья, спасибо, сестры. Всем шалом, 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 шалом. Мир, шалом.